здравствуйте уважаемые садоводы и огородники я приветствую вас на канале про цветок меня зовут русских иван сегодня мы поговорим с вами о совместимости и обаковых смесях различных пестицидов химических и биологических дело в том что для экономии времени любому садоводу огороднику хочется потратить как можно меньше и сил и время затрат и смешать различные средства защиты в одном баке в одном опрыскиватели и за один раз сделать несколько обработок сразу можно ли это делать и к чему это может привести дело в том что для большинства химических средств защиты растений существуют специальные инструкции готов которые указаны на упаковке на этикетке где написано совместим этот препарат с другими средствами защиты или несовместим однако же существует целый ряд средств защиты растений которые не выдерживают присутствие других средств защиты растений к одному из таких средств стимуляторов роста относится эпин эпин совершенно несовместим со средствами защиты растений которые дают нам щелочную реакцию среды поэтому эпин лучше всего использовать самостоятельно Кроме того, многие средства защиты несовместимы с удобрениями. Дело в том, что удобрения повышают астматическое давление растворов и нарушают процесс всасывания средств защиты растений в само непосредственно растение, либо нарушают покрытие средством защиты растения поверхности листьев. Поэтому средства защиты растений также не рекомендуется смешивать со всевозможными удобрениями. Это кроме того, что многие удобрения и сами по себе несовместимы друг с другом. Соответственно, кислые щелочные удобрения несовместимы, лучше их не смешивать. Кальциевые удобрения несовместимы с фосфатами. Фосфаты будут выпадать в осадок и превращаться в труднодоступные соединения. Любые щелочные составы, которые будут приливаться к аммиачным солям, аммиачной селитрии или аммиачной сульфату аммония, они будут вытеснять аммиак, аммиак будет испаряться, улетучиваться и ценность такого удобрения будет понижаться. Что касается биологических средств защиты растений, то здесь лучше вообще никогда ничего не смешивать. Потому что вы можете получить ситуацию, когда одно биологическое средство, какая-то бактерия, подавляет другое биологическое средство. И в целом эффективность каждого из средств существенно снижается. Это можно, например, смело сказать о триходерме и о фитоспорине. Совместное их применение, одновременное их применение нежелательно, потому что фитоспорин будет подавлять триходермин и наоборот. А нам такая борьба не нужна. При применении подобного рода средств защиты растений лучше всего сделать перерыв. Триходерму внести в почву, а через неделю-две пролить почву раствором фитоспорина. Либо же разнести эти средства защиты в пространстве, то есть триходерму внести в почву, а фитоспорином обрабатывать надземные части растений. Через некоторое время можно сделать наоборот. То же самое касается и химических средств защиты растений. Если вам необходимо провести одновременно защиту и от болезней, и от вредителей, и если вы не уверены, совместимы ли в баковой смеси ваши препараты, а ведь их огромное множество, сделайте это через какой-то промежуток времени. Сперва сделайте обработку от болезней, а через неделю против вредителей. Или наоборот, в зависимости от того, что в конкретный момент времени является наиболее актуальным. И еще мне хочется сказать о таком средстве защиты растений, которое очень популярно у дачников. Это йод. Я провел небольшой, очень простой эксперимент, когда добавил аптечную йодную настойку в среду для культивирования различных грибов. Вот в центре я посеял триходерму, а вокруг посеял различные фитопатогенные грибы. Каково же было мое удивление, что, во-первых, совершенно йод никак не подействовал отрицательно на рост грибов. Грибы стали расти очень хорошо и на самом деле даже лучше, чем на контрольной чашке без йода. И второе, практически сведено к нулю антагинистическое влияние триходермы на фитопатогенные грибы. Чем это может быть объяснено? Вероятно, йод соединяется с какими-то антибиотическими веществами, которые в окружающую среду выделяет триходерма, каким-то образом инактивируют их, и фитопатогенные грибы замечательно разрастаются, и на них эти антибиотические вещества никак не действуют. Поэтому, если уж вы являетесь приверженником использования йода для защиты растений, разнесите в пространстве и во времени использование йодной настойки и использование биологических средств защиты. Надеюсь, что этот небольшой экскурс в мир защиты растений поможет вам принять правильное решение при смешении пестицидов, при смешении биологических средств защиты растений, поможет правильно вам их использовать, что в конечном счете будет влиять, положительно влиять на эффективность и на высокие урожаи. Я прошу вас подписываться на наш канал, ставить свои лайки, а вот комментарии оставляйте на сайте процветок.ком. Ссылку на него вы увидите под этим видео. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте наши выпуски. Желаю вам успеха и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok